Через неделю масленица. Главные ее атрибуты чучела, которые традиционно сжигают на седьмой день празднования, народные забавы и гуляния и выпекание блинов. В Орле во многих заведениях, начиная с 4 марта, посетителям начали предлагать солнечные угощения. Именно так раньше называли блины. Масленица-то на пороге. Специальная блинница, которую мы раскаляем, смазываем растительным маслом и выливаем по одному половиночку и разравниваем блинчик. Блинчики получаются у нас тоненькие. Всевозможные мы делаем блины с мясом, делаем с творогом, блины шоколадные мы делаем с бананом. Тоненькие, с дырочками, сладковатые или немного соленые. Дополнить вкус можно, как говорят сегодня, топпингами. Или по старинке, начинив мясом, сыром, вареньем, красной рыбой или икрой. Рецептура блинов традиционная. В их составе молоко, яйцо, мука и сахар. Кстати, несмотря на их калорийность, есть блины можно на протяжении всей масленичной недели. Кстати, о днях недели. Каждый из них именуется по-разному. Первый день – встреча. Вторник – заигрыши. Среда – лакомка. Когда зятья ходили на блины к тещам. Четверг именовался как разгул. Пятница – тещина вечерки. Суббота – заловки на посиделке. Воскресенье – прощенное воскресенье. Широкую масленицу проводим 10 марта. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.